всем привет я доктор евгений сейчас покажу основные три упражнения три которые нужно выполнять если у вас косточка на большом пальце ноги оголяем свои ножки и первое с чего мы начнем это дифференциальное сгибание и разгибание пальцев ног это самое простое но в то же время самое сложное упражнение как выяснилось что нужно сделать сначала на одной ноге потяните на себя то есть сделайте тыльное сгибание только первого пальца потом поставьте его на место после этого только лишь этим же первым пальцем сделайте подошвенное сгибание то есть согните только его не сгибайте все в кулачок только первый палец вот то же самое попробуйте сделать теперь с со вторым третьим четвертом и пятыми пальцами оставьте первый палец то есть большой на полу и поднимите все остальные пальцы после этого только их согните сделайте то же самое на другой ноге тыльное сгибание подошвенное сгибание теперь 2 3 4 5 пальцы на себя от себя сухожилия сгибателей разгибателей то есть на первый палец у нас отдельно на него там свое царство у него в общем а на 3 4 5 пальцы целый класс сухожилий которые объединены то есть одним разгибателем изгибателем то есть дифференциально мы не можем отдельно подвигать третьим пальцем четвертым пальцем мы можем частично мизинцем в большей амплитуде работать но он будет работать в купе со всеми остальными поэтому это упражнение показывает во-первых насколько иннервирована у нас с вами эта область грамотно то есть как поясница работает а во вторых это нейромышечная связь это упражнение дает вообще понимание вашей нервной системы как у вас работать должны ваши пальцы поэтому работаем таким образом поработали после этого делаем это над двумя ногами подняли 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 первый палец остальные пальцы первый палец остальные пальцы после этого ставьте ноги на пяточки и работайте вот так 3 рейн 3 ты можете на пианино поиграть на гитаре кто достаточно интенсивен после этого делаем вот так То есть, это как гладить себя по животу и бить по голове одновременно. Во всех режимах старайтесь отработать именно это движение. Это первое упражнение. Переходим ко второму. Для второго упражнения поставьте стопы вместе. Пятки и носки соедините. То есть, соединить нужно пятки, как раз таки сустав, который называется плюснофаланговый первого пальца. То есть, эти места соединить. Если тут имеется косточка, вырос тот самый халюкс вальгус, их тоже надо прям соединить, насколько можно. И поставьте первые пальцы максимально близко друг к другу. И расставьте все остальные. То есть, поставьте пальцы веером. Вот таким вот образом. Поставив таким образом пальцы, прижмите их к полу. Только не сжимайте их. То есть, подушечки пальцев должны стоять на земле. После этого оставляете второй, третий, четвертый, пятый пальцы на земле и соединенные два больших пальца надо поднять вверх, насколько это возможно. И опустить. Еще раз. Ставим, расставляем пальцы, поднимаем их вверх. Не делайте следующим образом. То есть, когда вы поднимаете, чтобы поднимались все пальцы и расходились первые пальцы. То есть, вот это вот упражнение неверное. Оставляйте их внизу и поднимаете до того момента, как пальцы захотят разойтись. То есть, вот так поставили. Вот так поставили. Еще раз. Вот так и поставили. Напрягаться будет все, вплоть до языка, глотки, шеи и всего остального. Но вы работаете только пальцами. Ежедневное упражнение это около двух недель регулярно заставит сжечь вашу стопу. Вот эти вот места будут напрягаться достаточно сильно в вашем случае. Как раз таки это проекция той мышцы, которая отводит первый палец в сторону. Если вы научитесь ее контролировать, вот так она проходит, то все у вас будет замечательно. Переходим к третьему упражнению. Вот такая резинка нужна для этого упражнения. Либо жгут, желательно что-то эластичное. В принципе, даже кинезиотейп подойдет. Для чего? Мы должны это одеть на первые пальцы. То есть одеваем таким образом. И даем как раз таки первую фазу натяжения, когда только-только резинка натягивается. И ставим пальцы на пол. И в этом положении, когда резинка тянет как раз таки пальцы, получается, кнаружи, нам необходимо выполнять упражнение. Опять же, поднимать и опускать. Старайтесь делать это только первым пальцем. Поднимать и опускать. Что происходит? Вот этим натяжением резинки мы контролируем центрацию сустава. Чтобы у нас первая фаланга, она соединялась с первой плюсной костью, центрирована. Чтобы это не было вот так, а было ровненько. Поэтому резинка натягивает наш с вами первый палец, центрирует сустав. А этим движением, поднимание и опускание, то есть тыльная флексия и подошвенная флексия, мы притираем сустав к этой центрированной позиции. И вот так вот поработав, вы уже почувствуете какие-то здесь хрусты, может быть, какие-то тут болевые моменты. И самое интересное, что именно вот эта зона, вот по этой внутренней поверхности стопы, начнет активно работать. Это как раз таки те самые мышцы, которые отводят первый палец, то есть делают его отведение. Вот. Раз, два, три, четыре. Вот, в принципе, все. Эти три упражнения можно использовать после самомассажа стопы, которая вот здесь вот сейчас в подсказках у вас выйдет. И в ссылке в описании будет. Раскатали стопу, убрали все триггерные точки с ненужных зон, растянули спайки, если они там есть, и закрепляете все этими тремя упражнениями. Это большая, великая профилактика халюкса-вальгуса, косточки на стопе. Так еще и пяточную шпуру скорректировать можно, плантарный фасцит, множество проблем со стопой. Очень полезно делать всем. Поэтому делаем. Если есть вопросы, комментируем. Если есть желание, ставим колокольчик. Пока.